В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте! О самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. Новая атака телефонных террористов во Владимирском Сбербанке скомандовали на выход. Наш ипотечный менеджер попросил всех покинуть здание. Экс-директора автоприбора посадят? В суде слушается дело Алексея Мельникова. Наказание для лишения свободы я просила назначить забывание в воспитательной колонии общего режима. На городские дороги не хватает денег. Кто пожадничал на дорожный ремонт во Владимире? 470 миллионов рублей добросовестные налогоплательщики заплатили. Мы получили 6300. Сбербанк подвергся атаке телефонных террористов? В середине дня из центрального офиса Сбербанка на площади Победы вывели сотрудников и посетителей. Эвакуация прошла во всем здании. На месте работали сотрудники МЧС, полиции. В том числе была замечена машина с надписью «Разминирование». Специалисты оцепили здание. В общей сложности люди провели на улице около двух часов. Мы неуполномочены комментировать, извините. Нам пока ничего не говорят. Это недавно произошло? Несколько часов назад уже. Был сигнал тревоги, и у нас проходила сделка ипотечная. И наш ипотечный менеджер попросил всех покинуть здание. Мы здесь вышли, и, соответственно, подъехали машины, полиция, МЧС. Испугались? Нет. Все дошло испугаться. Ну, нет, в принципе, нет. Народа было не так много в здании. Все спокойно вышли, паники никакой не было. По нашим сведениям, эвакуация началась из-за анонимного сообщения об угрозе. Неизвестный заявил, что якобы здание заминировано. Пока спецслужбы воздерживаются от комментариев. Однако, судя по тому, что оцепление сняли, и в здании после проверки все же стали запускать людей, вероятно, сообщение оказалось сложным. Слово, это далеко не первая эвакуация людей во Владимире с начала года. В январе и феврале в столицу областного центра выводили посетителей, сотрудников ряда торговых центров, образовательных учреждений и даже мэрии. По информации ФСБ, тогда удалось установить 17-летнего школьника, причастного к ложным сообщениям об угрозе в гимназии номер 23. В начале мая также из-за звонков об угрозе эвакуировали людей из торговых центров и даже автовокзала Владимира. Заседание переносится. Во Фрузинском райсуде с последним словом должен был выступить экс-директор автоприбора Алексей Мельников. Однако из-за болезни адвоката заседание перенесли. Алексей Мельников также пояснил суду, что перед последним словом хотел бы еще раз проконсультироваться со своей защитой. Он мне вчера перезвонил вечером, сказал, что он плохо чувствует. Засматриваем в уголовном деле основания для признания некоторых статей недопустимыми, незаконные возбуждения по некоторым статьям уголовного дела. Поэтому я действительно хотел бы проконсультироваться не по телефону, а с адвокатом, с тем, чтобы это было включено в мое последнее слово. Напомним, прокуратура предъявляет к Мельникову внушительный список обвинений, в их числе преднамеренное банкротство предприятия «Завод-автоприбор», злоупотребление полномочиями в ущерб интересам завода, растрата квартир, принадлежащих предприятию, мошенничество с оборудованием. Государственное обвинение просило наказание по совокупности назначить в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных организациях на три года. Наказание для лишения свободы я просила назначить отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как сообщили во Фрунзенском районном суде, предварительно последнее слово Алексей Мельников произнесет 25 июня. Ожидали большего. Такими словами в мэрии отзываются о запланированном в этом году дорожном ремонте в областной столице. В прошлом году автомобилисты Владимира перечислили в областной бюджет почти 500 миллионов рублей в виде налогов. Но из этих денег в городскую казну вернулась лишь небольшая часть, отметил начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ. Коллеги, как вы думаете, сколько средств из областного дорожного фонда город Владимир получил на ремонтные работы в дорожно-транспортной сети? 6 миллионов 300 тысяч. 470 миллионов рублей. Добросовестные налогоплательщики заплатили, мы получили 6 300. Всего на дорожные работы во Владимире запланировано израсходовать около 260 миллионов рублей, отметил замначальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов. Это в том числе средства федерального бюджета. В этом году работы запланированы на 17 участках дорог Владимира. Мостостроевская, Мещерская, Волга Энергетик, Семеновская, Гастелла, Тракторная, Безыменского, Комиссарова, Добросельская, улица Мира, улица Диктора Левитана, Студеная гора. С полным перечнем работ и их видами можно ознакомиться на сайте городской администрации, отметили чиновники. Дмитрий Еропов заверил, что новое дорожное покрытие соответствует всем нормам и требованиям, поэтому прослужит долго. В текущем году используется асфальтобетонное покрытие ЧМА-16 по предварительному национальному стандарту. Гарантийный срок по контрактам текущего года определен 6 лет. Но как определяют власти объекты, которым необходим ремонт? Общественники зачастую жалуются, что для ремонтных работ выбирают не те дороги. Например, на карте убитых дорог Владимира очень много проблемных зон. Чиновники отвечают, властям работать приходится не только с обращениями граждан, но и с конкретными показателями. Сайт УНФ построен только на ограниченном круге жалоб. Мы берем общую сеть дорог. Мы исходим из интенсивности потока, не только из обращения граждан. У нас подход к выбору объектов обусловлен в основном нагрузкой на дорогу, ее категории, а также отнесение ее к улице, по которой производится движение общественного транспорта. Кстати, в этом году в планах у городской администрации не только ямочный ремонт, но и масштабные проекты, например, строительство дорожной развязки в микрорайоне Веризина. Алексей Домнин, Максим Истомин, Шестой канал. На девочках красивые платья, а мальчики в белых рубашках. Во Владимире прошел выпускной для детей-сирот. Для большинства из них это, пожалуй, первый большой праздник. На бал приехали выпускники из разных детских домов области. Завтрашний день их не пугает. Многие уже знают, кем будут. С лесарем, инструменталом, вроде так. А почему выбрал данную профессию? Ну, потому что я с детства любил развозиться с различной техникой. Планирую устроить свою личную жизнь, но в детский дом я иногда буду возвращаться, увидеть воспитателей и директора. Для выпускников детских домов распахнут двери вузы и СУЗы области. Как показывает практика, они выбирают, как правило, рабочие специальности. В ТОПе повар, продавец, швея, механик и слесарь. В этом году есть и те, кто планирует поступать и в университет. Таких трое. А вообще для сирот есть привилегии, которые помогают получить не одну профессию. У них законно предусмотрено право на получение двух профессиональных образований. То есть, получив одно профессиональное образование в колледже, они могут продолжить получение другого профессионального образования. Они будут жить в общежитиях колледжа. Или они, ну да, и на выходные, и на праздничные, и на каникулярные дни они могут приезжать в детские дома. Поступить на специальность гостиничные дела и в будущем открыть свой отель мечтает Вероника. Девушка попала в детдом пару лет назад. Сейчас там остаются ее младший брат и сестра. Вероника планирует забрать их как можно скорее. Атмосфера очень доброжелательная. Все как по-домашнему. Как будто находишься дома, только в окружении большой-большой и огромной семьи. Кому будешь больше всего скачать? По воспитателям. Потому что они все время были рядом. В этом году выпускаются 54 воспитанника из 8 детских домов области. Ребята принимают видеопоздравления от волонтеров из различных регионов России. Выбрать правильный путь и создать в будущем свою семью. Это пожелание воспитанникам детских домов на праздники звучало чаще всего. И всегда искренне. Вам удачи, счастья, вам правильного выбора и всего самого лучшего. Знаете, мы рядом. Мы всегда протянем вам руку помощи, если она вам будет необходима. Удачи вам и в добрый путь. Впереди у ребят насыщенная, яркая, самостоятельная жизнь. Но они всегда смогут вернуться в детский дом, который стал родным, чтобы поделиться успехами или получить поддержку. Екатерина Корнилова, Александр Гровов, 6 канал. Это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 36 66 66. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя и своих близких. Сегодня ночью во Владимире малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит 17 градусов тепла. Прогнозом синоптиков завтра днем во Владимирской области будет ясно-солнечно. Столбики термометров покажут 25-28 градусов выше нуля. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 35 процентов.